Здесь изображение, допустим, конскамеры и академии художников. То есть вот эти перспективы, они могли быть в Москве, они могли создаваться целыми огромными сериями и отражали то, что важно. Вот такой был Петербург тогда. Изображение Петербурга и его жители из Дании занимают почетное место на центральной стене. Все гравюры – оригиналы 18 века. Рядом более поздние работы 19 и 20 столетия. Все они хранились в специальных фондах и впервые делят одну экспозицию на 75-летнем юбилее музея изобразительных искусств. Во главе императрица Елизавета. Именно ее специалисты связывают с историей Ростова и открытием гравировальных классов в городе Петра. Этот парадный портрет, написанный Шмидтом, репродукция живописной работы на Тье. При этом она великолепно передала ей ощущение ткани. Посмотрите, как здесь такая упругая ткань, как тофта по структуре. Как мягко при этом дана горностаевая, вот этот кусочек горностаевой мантии. Как великолепно на этом платье читается рисунок. До сих пор история некоторых гравюр для искусствоведов остается загадкой. Во время Отечественной войны музейные коллекции отправили в Пятигорск на сохранение. Но они все равно попали в плен к немцам. Из-за этого большинство экспонатов, в том числе живопись, скульптуры и фарфор были уничтожены. Сейчас специалисты работают в архивах для создания полного каталога графики. Послевоенная история музея началась в 1958 году на Пушкинской. А в 2009 появилась еще одна галерея на Чехово. С 1983 года, значит 30 лет в этом году, детская художественная галерея. Поэтому вот это место, оно такое очень важное для детского, юношеского творчества. Потому что 30 лет здесь дети могут представлять свои произведения, а также знакомиться с произведениями искусства. На день рождения юбилярам дарят почетную грамоту. Одновременно с выставкой гравюр открывается выставка русского искусства. История собрания 75 лет на Пушкинской. Здесь тоже впервые выставляют экспонаты, которые хранились в фондах музея. Екатерина Лободина, Андрей Токарев. Главные новости.